Добрый день, здравствуйте. Мы продолжаем нашу полярную смену. Меня зовут Трофима Кольга Николаевна, и сегодня мы поговорим о Северной полярной области, о Арктике и о удивительном мире Арктической области. Давайте посмотрим с вами на экран. Итак, Арктика – Северная полярная область по Земле. Включается, смотрите, окраины материка Евразия и Северной Америки. Захватывает практически весь Северный Ледовитый океан и примыкающий к нему Атлантический океан и Тихий океан. Область удивительная и до сих пор меньше всего изученная. В переводе с греческого Арктика означает «медведица», что связано с ее размещением под созветием «большая медведица». Растительный и животный мир – удивительный. Он уникален, что связано с удаленностью Арктической области от материков к континенту. На территории Арктической так называемой пустыни наблюдается более 220 тысяч различных видов растений, животных, грибов и микроорганизмов. Мы представляем Арктическую область, наверное, вот так, вечно ледяную. Но на самом деле мир Арктики удивительен и уникален. Если рассматривать растительный мир Арктического региона, то он представлен различными растениями. Ученые считают, что в далеком прошлом, во времена мамонта, большую часть полярья покрывали степи. И на территории Арктики встречаются различные знаки, различные знаки, особы, полярные маки, низкорослые пустарники. Стоит помнить, что средняя температура воздуха на территории Арктической пустыни редко поднимается выше нуля к градусам. Но за небольшой промежуток времени, который в Арктике тоже бывает и называется летом, успевают оттаять некоторые территории. И там мы можем встретить мухи, лишайники, различные травянистые растения. Несмотря на типичную бедность, Арктическая пустыня существенно меняет свой характер, если перемещается с севера к южным границам региона. Например, в северной части земли Франка Иосифа мы можем найти траву, мох, а на юге земли Франца Иосифа мы уже можем найти низкие пустарники. Например, полярную иву. Вот так выглядит низкий пустарник, полярная ива, которую мы можем встретить в Арктическом регионе. Также в Арктическом регионе можно встретить полярный мак. Это же одно из самых институционных растений в Арктике. Камнемолка снежная. Вот так выглядит такое прекрасное растение, которое растет на камнях. Лесохвост альпийский. Тоже произрастает на территории нашей северной полярной области земли. И даже лютик арктический встречается на территории Арктики. Но самое распространенное растение – это мох. Мухи бывают совершенно разной формы и цвета. Посмотрите, здесь такой округлый, шарообразный мох. Здесь тоже цвета от цвета зеленого – коричневый. Можно встретить произрастание красного мха. Или вот такого мха желтого цвета, видите, среди камней. И мы сегодня с вами попробуем, увидев разнообразие мха, которое можно встретить в Арктическом регионе, но и мы с вами тоже встречаем мох и на территории, где проживаем мы, мы с вами сегодня попробуем сделать мох своими руками. Он будет искусственный. Но вы удивитесь, из чего он может получиться. Мне кажется, очень похож на то, что мы можем встретить в своих природе. Вот такие места, я подготовлюсь, и у меня есть такой камень. Он был совершенно обычным камнем, но в какой-то момент он порос в пол. А Бог этот, на мой счет, мягкий, цвет отделенного за темно-коричневого, и сделал я его своими руками. Давайте и мы с вами сегодня попробуем сделать его. Что нам с вами для этого понадобится? Понадобится рамка, фото-рамка. Будем украшать фото-рамку и фото-искусственным фото. У меня есть такая фото-рамка, тоже сделана моими руками. Внутри анютинной глазки, которые являются, в общем, которые я нашла в нашей полосе, там, где я живу, в Подмосковье. Я их засушила и сделала из них такой сухой букет, вставила его в рамку. А вот как раз-таки рамку мы с вами сегодня формим искусственным фото. Нам с вами понадобится губка, обычная губка для мытья посуды. Понадобится буашь, краска, буашь. Цвет буаши нужен такой, чтобы нам с вами понравился наш молк. Я подготовила зеленую, желтую и коричневую краску. Нас с вами понадобится обычный слопановый пакет, ножницы, двойной сходчик, любая емкость у меня это тарелочка для подготовки муфа, и стакан с водой, и кисточкой. Итак, с чего же мы с вами начнем? Начнем мы с нашей губки. Наш молк получится из мягкой губки. Итак, у меня она сиреневая цвета, у вас может быть какого угодно цвета. Мы сначала отсоединяем жесткую часть губки от мягкой части. Отсоединяем, потому что нам понадобится только мягкая часть губки. Отсоединяем и откладываем. Она нам с вами не нужна. Приготовим с вами пакетик, ножницы и пакетик. Нарежем нашу губку. Можно ее порвать пальчик. Получились у нас вот такие разные формы и разного размера. Но все-таки лучше и маленькие, и большие, чтобы у нас были. Вот такие кусочки. И будем это все складывать в полиэтиленовый пакетик. Можно рвать пальчиками. Приятное ощущение. Можно это сделать ножницами. Тогда будут ровнее края. Ну, кому-то так будет удобнее и привычнее. Если называть пальцами, то мне кажется, что более естественный вид будет у нашего славы. И так, надо будет формать всю губку, всю губку и сложить в пакетик. Не торопимся, чтобы кусочки были действительно разные, не маленькими и чуть-чуть положительными. Чтоб мы не убежали, не убежали. Все поскладываем в прозрачный пакет. То есть, надо всю губку и увеличить. Мы будем с вами окрашивать. Подумайте, какой цвет, какой мокрый мы будем делать. Мы видим с вами на фотографии, что мокрый мы выбираем желтого цвета, цветно-зеленого, коричневого, темно-зеленого и даже красного цвета. Что, что мы с вами будем делать и что у нас получится, зависит только от наших компаний. Почти уже все сделано. Все, на дно мешочек. Второе, что видите. Вот, на дно мешочек. Пальчик. Все, готово. Итак, все-все кусочки в мешочек складываем. Они электризуются. Убежать. Мы все в одном из положения. Укрываем наши щеки. Чтоб у нас на самом дне оказались все кусочки в наших будущих лок. Так, берем кисточку, водичку. Наверное, зеленый цвет выберем. И вот водой надо измельчить. И при кисточке в одну из нашего мешочек положить. Достаточно жидко должно быть красным. Вот так и стенки мешочек. Стенки мешочек. Мы покрасим. Зеленый цвет. Можно коричневый цвет. Желтый. Итак, стеночки покрасили. Жидко по обновлению побольше. И вот так начинали. Открашивать внутри пакетика. Открашивать внуки. Для этого краска должна быть достаточно жидко. Чтобы наша внуки воспитала краску. Я правильно называла тот цвет, который мы сами настроились. Зеленый. Сначала. Проминаем каждый кусочек. Проминаем каждый кусочек. Чтобы краска смогла спитаться. Открашиваем. Так. Открасились. Открасились кусочки. Но мне хочется еще добавить желтого цвета. Желтый цвет. Желтую краску. Тоже немного облегчить краску. Чтобы жидко достаточно было. Открасила. И потом также. Открасить стенку пакетиком. Чтобы потом. Открасила. Открасила. Кусочки. И так. Наше будущее. Открасим. Открасим. Вот здесь воздух, 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 и вот так вот ню-ню-ню-ню-ню, чтобы каждый-каждый кусочек, когда притерпленный цвет, не однородный, когда хочется желтый, синий, салат. Сторону кусочки будут покраслены и покраслены, чтобы придаст естественный вид нашим искусственным растениям. Ну что? Так, ну что? Теперь нам сейчас понадобится зубочистка, чтобы не испачкать пальчики, чтобы аккуратно вынуть из пакетика нашу заготовку. Теперь нам нужна будет тарелочка, куда мы окрашены, часть губки будем выкладывать, и нам понадобится зубочистка, чтобы аккуратно каждый кусочек выложить, 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 выложить нашу заготовку. Так, давайте же посмотрим, что получилось. Вот, получается, вот такие разные-разные кусочки. Проверим, чтобы они были все-таки до конца окрашены, чтобы там тот цвет фиолетовый, который был изначально на ее лице, не простыхал, чтобы естественнее было изделие, которое мы сегодня делаем. Здесь нам навеяло растительные аппетики. И выкладываем. И выкладываем. И выкладываем. Постараемся. Не испачкать. И выкладываем. И выкладываем. Что-то получилось. Разные тарелочки. С подготовками. Разные-разные цветы получились у меня заготовочки. Угу. Хорошо. Переворачиваем, посмотрим, какие красивые получились, какие, может быть, нужно будет еще подкрасить. Натираем тарелочки. И берем нашу рамку. Теперь, пока подсыхает наш лоб, нам нужно взять нашу рамку, двойной скотч. Наверное, можно подобрать и клей, двойной скотчем тоже очень удобно. Мы сейчас подклеим поверхность рамки, двойной скотчем. chwilную скотчем. Пуличную скотчем. На подолочек, на подолочка. Спасибо. Снимаем верхний слой двойного спорча, чтобы поверхность была готова к оформлению. Снимаем верхний слой двойный спорч. Снимаем верхний слой двойный спорч. Отклеиваем еще две части. Снимаем верхний слой двойный спорч. Снимаем верхний слой двойный спорч. Все, сколько больше не понадобится. Снимаем верхний слой двойный спорч. 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 Смотрите, на которое мы с вами наклеиваемся в пучку. Мы даже лукимся. Сочи, конечно, выключимся. Дальше. Можно это делать по всеми рамками. Можно оборвать уголки. Вот я сделала со своими рамками. Чуть-чуть. Очень естественно, как она получается. Можно оборвать уголки. У меня есть еще заготовочка, которая терпится. А так играть летом. Первый кусочек сережного. И все как, я сегодня. И сами видели на картинку, с картинкой. В Бартике встречаются сотни редких вставителей. 12% лишайников, всех лишайников, и 6% всех видов мусора можно встретить в Бартике, исследовавших растительными людьми. Главное прижимать подольше, потому что если наши спустяные ноги уже подсох, они приклеиваются намного лучше, чем тот, который свеже окрашивает. Если вы умеете пользоваться клеевым пистолетом, горячим клеемом. То есть суперклеем. Можно соединять различные поверхности. Можно воспользоваться, конечно, ими. Тогда долговечнее будет то изделие, которое вы придумываете. Как вы понимаете, можно сделать рамку по комнате, а можно сделать панно. Это целиком будет застоять рука из такого рукодельного естественного. Патрифончиков я рамочкой. У нас летает такой мягкий вид. И думаю, что у вас тоже все получится. Все эти пальчики я испачкала. Но это такое удовольствие, потому что и наш искусственный мир получился мягким. Если все это константливое тело, и на наших искусственных действий, то действительно будет нашим руками сделано. Это или рамочками, или бутылками придет растительный мир. На что вдохновила наша полярная тема. В арктике уникальный мир. Это казалось бы, что может быть в таком родином регионе. Оказывается, сколько растений, разных цветов, разных названий. Уникальные растения. И сохраненные. Потому что далеко от материков находится удивительный край. И человек еще своим производством не нанес большого вреда в достичь у него арктики. Я думаю, что фантазия ваша вам поможет делать все, что мы хотим. Но я сегодня вам подсказала, как видеть арктический мир. Как посмотреть несколько фотографий. Может быть вдохновиться. И что-то сделать своими руками из тех материалов, которые доступны нам здесь. Удачи вам! До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok